Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я ведущий Александр Гурарье. Мы продолжаем выпуск и поговорим сегодня об Армении, а точнее о отношениях между Арменией и Израилем. Буквально на днях исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Израилем и Республикой Армении. На связи с нашей студией политолог Александр Цинкер, создатель межпарламентской группы «Израиль-Армения», бывший депутат КНЕСЭТа. Александр, добрый вечер! Добрый вечер! Вот 30 лет отношений, 30 лет со дня установления дипломатических отношений. Что было? Мы знаем, что посол Армении появился в Израиле очень недавно, появился и снова уехал. Сейчас приезжает новый посол. Почему наши дипломатические отношения, при том, что им 30 лет, и это, в общем-то, такая круглая и замечательная дата, ну, скажем так, были не столь хорошими, не столь активными, как хотелось бы? Действительно, прошло 30 лет. Самое интересное, что Израиль, один из первых, признал независимость Армении. Это еще в декабре 91-го года. И вот в апреле 92-го были подписаны дипломатические отношения. На протяжении долгих лет представителям или послом, нерезидентом были послы, которые находились в основном в Тбилиси, и они наезжали в Вереван. Так и послы Армении, они были или, я помню, в Египте, или просто нерезидент, которые были в Вереване. И отношения складывались, я бы сказал, с такой чередой, мне кажется, ошибок, как с одной стороны, с другой стороны. Вначале, в общем-то, был прогресс. И самое интересное, что за все 30 лет самый большой объем товарооборота между странами поднялся только к 2005 году, когда на территории Армении работал миллиардер Лев Ливаев, и очень много было обработка бриллиантов. Это очень такое направление, за которым были заинтересованы и в Армении, и в Израиле. Но после того, как появились проблемы с местной властью, Ливаев решил закрыть этот бизнес в Армении. И после этого отношения у нас стали экономически все уменьшаться. И подъем их начался только в конце 2016-2017 годов. Но отдельно к этому я еще вернусь. В принципе, официальные лица очень редко приезжали между нашими из Израиля в Армению, из Армении в Израиле. Я в свое время, будучи депутатом Кнессета, в 1999 году создал, до этого не было в Кнессете Израиля межпарламентской группы дружбы. И в 2000 году здесь рабочим визитом был президент Армении Роберт Кочарян. И тогда мы надеялись, что будут найдены определенные направления, которые позволят расширить взаимоотношения между нашими странами. С учетом того, что здесь есть большая армянская община, тем более армянская церковь, которая очень большую роль играет в этом деле. Армянский квартал в Иерусалиме. Да, ну вот это все вместе. Другое дело, что Израиль, особенно внешнеполитическое ведомство Израиля, открывает свои посольства на основании определенных критерий. И вот если говорить об этих критериях, то и один, и второй основной критерий не подходил для Армении. С одной стороны, это большая еврейская община, которой в общем-то в Армении нет. И исторически там было очень мало евреев, и в основном это были ашкинази, которые попали постепенно уже во время Советского Союза в Армению. Некоторые немножко раньше. Это раз. А второе, это большие объемы торгово-экономических отношений. Для этого желательно иметь своего представителя серьезного на месте, потому что часто приходится решать такие вопросы. И по одному и по второму критерию как бы Армения не подходила. И когда, вы знаете, наше любое министерство считает сначала свой бюджет и потом думает, где бы можно еще сэкономить, вот поэтому не открывались посольства. Я думаю, примерно то же самое и в Армении исходили из этого принципа. Но, кстати, Армения первой сделала этот шаг. Действительно, несколько лет назад было принято решение открыть посольство Армении в Израиле. И перед пандемией сюда приехал Армен Самбатян, посол. И первый месяц он как бы только-только начал свою работу здесь расширять. Потом началась пандемия. Но он не просто начал работу, он успел выступить на Этон ТВ. И он как раз уехал в отпуск в Армению. Как раз, кстати, я тогда с ним общался, были намечены определенные проекты. И после этого началась война в Карабахе. Это отдельный вопрос. Мне кажется, здесь и Армения, и Израиль сделали определенные лишние шаги. Это по моему мнению. С одной стороны, Армения... Лишние шаги и лишние слова были сказаны. Ну, это все вместе. С одной стороны, Армения отозвала своего посла. Он, правда, и был уже в Армении. Да, это было забавно. Она отозвала своего посла для консультаций. Это такой есть ход. И, естественно, была недовольна тем, что Израиль продолжает поставлять военную технику, вооружение Азербайджану. Даже во время военных действий. Вот здесь мое личное мнение. Я тогда часто об этом говорил. Я не против того, что между странами есть определенные договора о поставках военной техники и так далее. Но, если бы на примере многих других стран, как Соединенные Штаты, Франции и так далее, которые именно на время военных действий приостановили поставки военной техники, Израиль, наоборот, продолжал в полном объеме поставлять все, что было в соответствии с договором. Я считаю, что это мое, опять же, личное мнение. Это неправильный был ход. Он не принес ничего, в общем-то, хорошего и полезного. Наоборот, у нас отношения, только-только, которые начали восстанавливаться, опять опустились, я бы сказал, не только до нуля, а до минуса. И сегодня новый посол, который приехал, а это профессиональный дипломат, ему предстоит очень много сделать. Но мне нравится, как и прошлый посол, и этот, говорит о том, что мы хотим налаживать отношения между Арменией и Израилем не против какой-то третьей стороны. То есть мы понимаем отношения Израиля с Азербайджаном, там торговые, экономические и так далее. Одно другому не касается. Армения хочет развивать отношения с Израилем, есть очень много сфер, культурные, экономические, сельское хозяйство, хай-тек и так далее. Мне кажется, тут есть большой потенциал. Александр, а вот Израиль не планирует, по вашим данным, сделать, как говорится, лаверды и назначить своего посла в Ереван уже как бы на постоянной основе, а не по совместительству? Ну, я как раз об этом же говорил. Во-первых, пусть начнет работать армянский посол. Насколько я знаю, 10 апреля, плюс-минус, я точные даты не знаю, должно состояться официальное вручение верительных грамот, после чего посол начинает официально свою работу. Я думаю, что если процесс пойдет и начнется налаживание связей, начнется разработка каких-то совместных проектов, вполне возможно, Израиль подумает именно в этом направлении. Но, опять же, не надо забывать те критерии, которые я сказал. Это объемы, то есть работ и община такой, вряд ли еврейская там появится. Но это должны быть за отношения, чтобы было имело смысл там держать своих людей. Если нету каких-то проектов крупных, так вполне возможно, может быть, останется на уровне, как сегодня есть у нас почетный консул, который находится в Вереване. Александр, а вот на ваш взгляд, какие могли бы быть экономические, так сказать, проекты? То есть, чем могли бы торговать, ну, условно говоря, торговать не обязательно чисто товарами, но там какими-то технологиями, Армения и Израиль? Что может предложить Армения и что может предложить Израиль? Ну, смотрите, я, например, когда с представителями израильского бизнеса мы приехали в Армению, было очень интересно наблюдать, когда мы были в одном из крупнейших торгово-экономических компаний, спайка называется, это сельское хозяйство, они выращивают, они поставляют по всему миру, и когда мы там ходили и смотрели, обнаружили, что все удобрения, которые используются в этом крупнейшей фирме, это был Израиль Кемикалий. То есть, между организациями работает это, это раз. Например, из Израиля, из Армении в Израиль, сегодня даже идут очень много натуральных продуктов. Это чистые... Например, коньяк. Нет, ну это не совсем, я бы сказал бы, закуска коньяку, потому что это и сухофрукты, это компоты, это соки, это именно вот это все такое, я бы сказал бы, там такое направление есть стать и в Армении, вот это экологически чистые продукты. То есть, пока туда глобально не проникла израильская химия, то они еще экологически чистые. Ну, пока да. Но смотри, есть еще одно направление, которое сегодня развивается, и я думаю, за этим вполне возможно будущее. В Армении всегда был высокий уровень хай-тега и очень сильных программистов. Сегодня они резко усилились, потому что в Армению заехало из России, там, мне кажется, несколько тысяч представителей этой профессии, открыто около тысячи уже фирм, то есть там действительно очень высокий уровень. И учитывая, что и Израиль в этой области один из лидеров, и что продукцию не надо перевозить из одной страны в другую, а это все передается в интернете, то это очень, мне кажется, интересное направление, которое имеет, как говорится, будущее. Кроме того, не надо забывать о туризме, потому что климат в Армении или климат в Грузии примерно похож, потому что они соседи. Как в Грузию очень много израильтян поехало, то и поездки в Армению, они имеют тоже смысл, горы интересные. Я, кстати, в свое время в Армении встретил в горах группу израильских женщин, они, у них организация, по-моему, принцессы пустынь, что-то в этом роде, в таких черных майках на джипах, они ездили по Армении, были довольны, потому что где-то экзотика такая. То есть туризм это еще тоже одно направление, и оно было, как бы, такой толчок, вот опять же перед войной. Я встречал, например, замдиректора ВИЦА, которая была в Ереване, которая изучала, и они предполагали организацию таких ежеквартальных поездок в Армению. То есть есть чем заниматься, но надо понимать, что создавать вот это все практически надо с нуля. Есть определенные недоверия в народе, в Армении, тем, как вел себя Израиль во время этой войны, и непризнанием гидоцида армян до сих пор, в Израиле тоже есть определенное недоверие, поскольку один из стратегических соседей Армении это Иран, а мы все знаем, это единственное практически государство, которое не скрывает своих целей по уничтожению Израиля. Вот это все приносит определенные ограничения в наших отношениях, но если с умом подходить к этому, то, я думаю, эти вопросы могут быть решены, тем более, например, по поводу признания гидоцида армян, если посмотреть на нашу сегодняшнюю коалицию и на будущего сменного премьер-министра Яира Лапида, который в свое время, еще совсем недавно, пару лет назад, подавал законопроект о признании гидоцида армян. Я думаю, может быть, мы когда-нибудь отойдем от этой практики, что когда ты в оппозиции подавать один законопроект, а когда ты попадаешь в коалицию, голосовать против своего же законопроекта. Но поживем-увидим. Но не надо зацикливаться на этом. В этом отношении очень хорошо сказал, к сожалению, покойный Шарль Азнавур, что да, надо помнить о геноциде, и это история, это боль, это память, но нельзя жить только прошлым, надо жить в будущем. И вот Армении есть чем заниматься, как и Израилю, развиваться в своем направлении. Я думаю, эти два народа, как мои друзья в свое время в Армении говорили, слушай, мы, в общем-то, двоюродные братья, например, и вспомнить старый анекдот, когда умирает армянин старый, собрал всех, и говорит последнее слово «берегите евреев», и все не понимают, почему же «берегите евреев», но говорят, ну как, с ними закончат, за нас возьмутся. Поэтому я надеюсь, что исторически все же мы найдем общий проект и общие направления, и я хотел бы пожелать новому послу, в общем-то, удачной профессиональной работы на благо двух наших народов. Ну что ж, присоединяюсь, надеемся, что следующие 30 лет будут гораздо более успешными, гораздо более плодотворными, чем минувшие. Мы беседовали с Александром Цинкером, политологом, бывшим депутатом Кнессета, создателем межпарламентской группы «Израиль-Армения». Наша программа продолжается. Оставайтесь с нами.